Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я бы хотела поделиться с вами теоретическими подходами формативного оценивания в младшей школе. Рассказать о том, какие факторы влияют на успешное развитие обучения. Сегодня также я предоставлю вам ключевые факторы, которые играют важную роль при проведении формативного оценивания младших школьников. А более того, уважаемые коллеги, сегодня вы увидите на практике технику формативного оценивания младших школьников. Вашему вниманию я предоставлю два видео формативного оценивания. Данные виды формативного оценивания имеют интерактивный характер. Первое активити называется «Угадай слова». И второе активити — дети расскажут о том, как их проходит рабочий день. Данные стратегии формативного оценивания помогают учащимся самостоятельно контролировать, оценивать свою деятельность. Итак, уважаемые коллеги, вначале давайте поговорим, что же такое формативное оценивание. Формативное оценивание, прежде всего, это не задание, это не тест. Прежде всего, это оценивание, которое позволяет качественно оценивать учебные достижения. Необходимо подчеркнуть, что формативное оценивание, оно должно проводиться постоянно, систематически, регулярно. Более того, формативное оценивание отражает реальный опыт учителя. И учитель документирует успехи, прогресс, достижения или области усовершенствования учащихся, посредством введения портфолио, наблюдения, собирает доказательства, которые свидетельствуют о росте обучения учащегося. И далее давайте поговорим. Формативное оценивание. Для кого важно формативное оценивание? Прежде всего, оно важно и для ученика, и для учителя. Для ученика. Ученик, когда он активно вовлекается в процесс формативного оценивания, он ставит перед собой учебную задачу. Он пытается найти способы решения за свои собственные действия и достижения. Что же касается учителя, то формативное оценивание тоже важно, потому что в ходе проведения формативного оценивания учитель получает полную картину степени освоения учебных умений, навыков. И видя определенные достижения либо области для усовершенствования, учитель своевременно пытается устранить данные недостатки в пробелах знаний учащихся, либо дорабатывает определенные навыки учащихся. Формативное оценивание в младшей школе имеет ряд своих особенностей. Во-первых, формативное оценивание направлено на работу каждого ученика. Учитель, проводя формативное оценивание, должен обращать внимание на каждого ученика, на его потребности, на интересы. Более того, формативное оценивание направлено на определение уровня сформированности навыков учащихся. Более того, оно позволяет систематически измерять образовательный прогресс учащихся. Можно добавить тот фактор, что формативное оценивание способствует росту ребенка. Более того, формативное оценивание — это совместное коллективное действие, где постепенно, шаг за шагом, инициатива переходит в руки самого ученика. Далее, уважаемые коллеги, я бы хотела поговорить о ключевых компонентах формативного оценивания. Итак, первый ключевой компонент формативного оценивания — это цель. Что же такое цель? Цель — это заранее запланированный учителем результат, который достигается не только учителем, но и учащимися, допустим, по окончании изучения определенной главы, раздела. И при написании или составлении целей обучения необходимо иметь в виду особые факторы. Во-первых, планировать цель необходимо, учитывая развитие различных мыслительных навыков. Мыслительные навыки, начиная от низкого порядка и завершая развитие мыслительных навыков высшего порядка. При написании целей необходимо учителю ставить перед собой конкретную цель. И здесь нужно подчеркнуть, что учащиеся не должны сталкиваться с несколькими целями одновременно. Более того, при планировании, написании целей необходимо определять определенные индикаторы, каким образом учащийся либо учитель на уроке вместе с учащимися достигнут данные цели. Необходимо подчеркнуть, что цели должны составляться учителям в соответствии с программными требованиями, в соответствии с местом урока, системе уроков. Более того, необходимо учитывать уровень знаний и умений учащихся. Необходимо иметь в виду также содержание материала и, более того, подготовленность класса. Учитель, как педагог, он в ходе проведения формативного оценивания должен уметь планировать успех. Успех в обучении, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно, чтобы они чувствовали, что они достигают и развиваются в процессе обучения. Данный успех учитель планирует. Он составляет определенный алгоритм шаг за шагом, алгоритм достижения успехов. Это те маленькие шаги, которые осуществляются учителем и учениками. Более того, этот успех, вернее алгоритм к успеху, он должен глубоко пониматься детьми. Они должны осознавать, что к успеху они идут пошагово, что они самостоятельно выполняют работу, оценивают, определяют свои проблемы. Все эти факторы необходимы для того, чтобы ребенок почувствовал, что я могу, у меня получается и я развиваюсь. Уважаемые коллеги, а сейчас я бы хотела представить вам видеозапись формативного оценивания устной речи младших школьников. Вкратце поясню деятельность урока. Формативное оценивание проводится в начальной школе, в третьем классе. Среда обучения несколько нестандартная. Дети не сидят за партами, учитель не стоит у доски. Учитель и учащийся проводят учебную деятельность на полу, на мягком коврике. Я считаю, во-первых, данная обучающая среда способствует сближению контакта между учащимися и учителем. И я призываю всех учителей смело экспериментировать в отношении обучающей среды, менять среду обучения. Конечно, здесь есть свои определенные трудности. К примеру, необходимо заранее продумать, чтобы все учебные ресурсы находились у вас под рукой. Итак, данный вид формативного оценивания носит интерактивный характер. Дети угадывают слова, которые используются при теме «время». Более того, дети развивают навыки командной работы, коммуникативные навыки и повторяют буквы алфавита, вспоминают лексику по теме «время». Итак, цель данного обучения — учащиеся прогнозируют буквы слова, которые используются по теме «время». В данном виде деятельности, вернее, формативном оценивании учитель предоставляет критерии успеха. Во-первых, учитель напоминает о том, что необходимо говорить только на английском языке, хотя здесь существуют определенные сложности создания полной языковой среды. Почему? Потому что это младшее звено. У детей еще недостаточно широкий словарный запас, недостаточные развитые навыки аудирования. И необходимо учителю шаг за шагом добиваться полной языковой среды. Возможно, в начальном звене речь учителя составляет больший процент по сравнению с учащимися, но, я думаю, пошагово из урока в урок дети будут демонстрировать полную языковую среду самостоятельно. Более того, критерии успеха учащиеся должны правильно произносить слова, вернее, буквы слова. Здесь учитель подчеркивает о необходимости работать в команде, поощряет их обсуждать, обмениваться. Если ребенок знает слово, то он должен, как представитель команды, поднять руку и сказать данное слово, которое обозначается при измерении время. В конце урока учитель проводит оценивание, групповое оценивание, учащиеся сами оценивают работу в группе. Для этого используется шаблон специальный с критериями, индикаторами, где дети читают индикаторы и отвечают, соглашаются они или нет. И по окончании учитель дает краткую обратную связь о том, как поработали учащиеся. Итак, дорогие учительцы, приятно видеть вас. Как дела? Как дела? Я хорошо, благодарю вас. Да, я хорошо, тоже. Хорошо, теперь давайте начнем нашу английский урок, окей? Друзья, вы должны говорить только английский, окей? Окей. Итак, ребята, первая активность называется «гумение слова». Окей, вы знаете, как уменьшить время, да? Окей. И сегодня у нас будет один игрок. Итак, смотрите, здесь я не имею слова, здесь есть, но одно слово здесь hidden. Итак, сколько слов здесь hidden? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here, 6 letters, here, that measure time. Окей. Окей, ну, your success criteria. So number 1, could you read… Speak English… …yes, then the second one… Work as a team. Now next one, the third one, you… Pronounce the letters correct. Окей, and number 4? If you know the word, raise your hand and do it. If you know the word, you should raise your hand and tell me. Okay, now, dear students, we will work in groups. Okay? Now, so, could you please distribute to Europeans? Okay? Distribute. Different ones. Okay? Different ones. Mm-hmm. For you, yes? Yes. Okay. Okay. And one for you. Okay. Thank you so much. Now, dear students, listen. Yellows are here. We will have the first team. Greens are here. And the red ones are there. Okay? Okay. And dear students, so, create the name. So, discuss in English. And create... Ah! It's not equal, yes? Three, two, and four. So, it's not equal, yes? So, could someone join, one student join them? Okay. Now, so, we have three here. Students, three here, and three here. Guys, you are yellow team. Okay? Yes. You are a red team, and you are a green team. So, please keep in mind this criteria. Okay? Okay. Work as a team. So, the first activity, together, you, 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 as a team, discuss the name of your group. Okay? In English. So, start. Discuss. It is yellow group. No, rainbow group. Green group. In English. What is your name? Yellow, rainbow group. Green group. Занава. Какой имя? Занава. И группа? ГРУП. 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 Дорогие студенты, какой имя? ГРУП. ГРУП. Правильно? Правильно? Что это имя? ГРУП. ГРУП. И что их имя? ГРУП. ГРУП. И вы и вы, что их имя? Ред Тайм. Ред Тайм. This one? Грин, грин, грин. Okay, let's start. So, do not forget about our success criteria. Speak English, work as a team, and if you know the word, please raise your hand. Okay, now again the task. Here, the word that measures измиряет. Here, the word is hidden that measures time. One word is hidden here. Could you count? One, count please, count. One, two, three, four. So here, guys, four words, four letters are hidden here. So, discuss in your teams what letter is here, 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 and here. So the word measures, измеряет, the word measures time. Okay, so discuss what letter, discuss what letter. And discuss, please, discuss. I think it is... It is... It is... Discuss, discuss. I think louder, discuss. Letters, yes? Okay, time, guys, time. Time is up. Okay, now, by the way, everyone, listen. Look, the group, who is a winner, by the end of this activity, will get this prize, okay? Some good things are here. If you are, or you are, you are winners, you will get this prize, okay? Here, here it is. Okay. Now, please, your team. So, please, one letter. And... It is... Time. Letter? One letter. Letter is... Any letter. T. 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 T, okay? So, the letter T, sorry, no letter T here. Okay. Next team, you. So, again, the word that measures time. So, one letter. C. C. This one. Yes? Sorry, no. U. Okay, U. M. M. Ah, this one. Yes? Sorry, no. U. O. O. This one. Yes. Yes, here. O. Okay, the next team, please, you. G. G. No. No. This one. No. U. D. Ah, D. D. This one. Ah, sorry, no. U. L. L? No, L. Sorry? L. Let the... L. This one. Yes. Oh, no. C. C. This one. We have had it. I told you, no. S. Ah, so, your team, not you. Please, you. I. The letter P. This one. Yes. Oh, no. Oh, no. U. The word that measures, 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 time. So, double. W. This one? Oh, no. So, R. R. So, what letter? R. R. Ah. Um, this one. This one. Um, yes. Ah, don't look. Do not T. Okay, so, you, you. Um, B. B. This one. Yes. No. Your team. M. The word that measures time, measures time. P. No, M. Ah, M. M? Yes. No. U. U. Let me see. Yes. Okay. Do you know the word, shh, shh, do you know the word? That measures time, you should raise your hand, okay? So, who's turn? Turn, who's turn? Watch it. So, your turn. No, yes. Who's turn? English? Who's turn? F. So, what? F. F. No. So, you. And, um, do. Okay. Yeah. Yeah. So, what word is it? Aua. Please, everyone, repeat. Aua. Everyone. Aua. Please, you. Aua. You. Aua. You. Aua. Okay. This team, they are winners for this word, okay? Now, dear students, we have another word, okay? One more word. One more word, okay? So, please, your letters. Please, your letters. So, your team. Okay. Now, dear students, this word measures time as well. How many letters, please, please, count. One. One. Three. Four. Five. Six. So, guys, six letters are here, okay? Okay. So, let's S. S. This one? Yes. 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 Next one. English. Only English. You. Oh. 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 Yes. Ah, one, two, three, four. Yes. One, two, three, four. Yes. So, your turn. And M. Ah, this one? Well, yes. Now, next, E. E. Yes. If you know the word, you can raise your hand. A. A. You are speaking Russian. A. A. Ah, this one. Yes. Oh, no. Sorry. B. B. No. The word measures time. Yes. Who knows the word? So, your turn. Your turn? E. C. C. No. Second? E. C. Yes? Yes. C. E. Here you are. Yes. Yes. Could you please read the word? Second. Second. Everyone. Second. Again. Second. You. Second. 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 Okay. Now, good. So, this team, they are winners. Yes? Okay. One more word. Okay? So, dear students, count. How many letters? Count. One. One, two, three, four, five, six. Six letters. This word measures, 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 time as well. Okay. So, your letter. M. M. Yes. Next. I. Yes. M. Yes. U. Do you know the word? Who knows the word? The word. T. T and T. Minute. I? Minute. T and E. Sir. Minute. Do you know the word? Do you know the word? Yes, please. Okay. Tell the word. Minute. 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 Yes? Minute. Yes. Everyone repeat. Minute. 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 Okay. Repeat. Second. Second. Minute. Aula. Aula. Okay. This team, please, again, tell the word. Aula. Good. Second. Good. Minute. Okay. Good. Now, dear students, so that's it. So we have here three words. Mili, second, Aula. Now, this activity we have finished. I want you to group, yes, group assess each other. Okay? Okay. Here we have such templates. One is for you, one is for you, and one is for you. Please, guys, it is peer assessment. Could you please read these sentences? Yes. Okay. Now, now, please read it. Read it. Did we speak English? Okay. Next question. While we're active, while we're playing the games, what letters of the word did we tell? Tell. Okay. Next. Did we pronounce the letters correctly? Next. Did we guess the word? Uh-huh. Assess your team or circle the word. Now, dear students, look, 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 please. You will group assess. You will assess your work as a team. Here are questions, yes? Yes. Do you understand the questions? Yes. Here are the answers, yes, no, yes, no. You should assess your work, okay? Take a pencil or a pen, discuss in English, discuss, and assess yourselves. Please, welcome. So, take the pen or pencil, assess. So, discuss together as a team, discuss. Read the questions and discuss. Yes, 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 yes. Yes, yes. Did we pronounce the letters correctly? H-O-U-I. Did you pronounce the letters correctly? Yes, no, okay. What? What? Read it. Did we guess the word? So, did you tell, we know the word, we know the word. Did you tell it? No, yes? Yes. Yes. Good. Okay, discuss, discuss together, together. Done? Okay, now, dear students, now time, 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 time. Please, present, dear students, present your findings, okay. Now, please, your team, read the questions loudly and give answers, yes, no, okay. So, please, your group assessment. Now, dear students, dear students, listen, listen to them, okay. Did we speak English? Did they speak English? Yes. While we actually were playing the game. While you're playing the game, good. Did we pronounce the letters correctly? Yes. S, E, C, O, N, D, okay, then? Did we choose the word? Did you guess the word? Hour, seconds, and hour. Hour, yes, okay, and then? Answer, answer, your time, work, circle, the word. So, the last question is what? Assess your team work. So, good, excellent, not bad. We need the improvement. So, your assessment? Good. Good, okay. Please, clap your hands. Okay. So, this team worked very well. Yes? Yes. Okay, thank you. Итак, уважаемые коллеги. Следующий ключевой компонент формативного оценивания это эффективная обратная связь. Что такое обратная связь? Это процесс сообщения и получения комментариев о конкретных действиях, ситуациях, спорных вопросах, которые ведут к достижению цели. Обратная связь — это такой инструмент, который предоставляет учителю полную информацию, полную картину о том, как проходит процесс обучения. И обратная связь информирует учителя о достижениях, проблемах учащихся, позволяет учителю корректировать дальнейшую свою работу. Необходимо подчеркнуть здесь, что предоставляя письменную либо устную обратную связь, учитель должен проводить ее в атмосфере взаимоуважения, в атмосфере доброжелательности. Необходимо указывать успехи учащихся, более того, открыто говорить о том, над чем необходимо работать. Учитель, предоставляя обратную связь, говорит ученикам, что идет хорошо, какие ошибки допускают учащихся, и более того, как устранить данные ошибки. Следующий ключевой компонент формативного оценивания — это критерии оценивания. Во-первых, они основаны на целях обучения. Они позволяют сделать процесс более целенаправленным, а процесс оценивания более прозрачным. Критерии оценивания, они должны соответствовать возрастным особенностям. Что касается английского языка, они должны быть вполне понятными учащимися. И критерии оценивания для младших школьников не должны составлять более четырех критериев. Более того, эти критерии оценивания, они должны быть озвучены. Вы можете попросить своих учащихся прочитать эти критерии, спросить, все ли понятно, есть ли какие-то вопросы. Более того, эти критерии оценивания могут составляться совместно с учащимися. Следующий ключевой компонент – это взаимооценивание или самооценивание. Учащиеся оценивают свою работу учебную по заранее определенным критериям. Они извлекают для себя, оценивая работу, пользу огромную извлекают для себя. И оценивая работу других, они имеют возможность увидеть свой прогресс, свои ошибки. Они, оценивая работу других, видят, на что способны их сверстники и какие ошибки они допускают. Взаимооценивание и самооценивание имеют интерактивный характер. Должны проходить активно, в свободной, коммуникативной форме. Потому что взаимооценивание и самооценивание, эти два компонента, они развивают социальные и коммуникативные способности учащихся. Более того, когда учитель подвергает учащихся взаимооцениванию, самооцениванию, ученик, он оценку воспринимает адекватно. Когда у него есть постоянная практика выполнять данное действие. Уважаемые коллеги, следующая запись, видеозапись, вернее, покажет вам полную картину, как учащиеся коллаборируют, оценивают, взаимодействуют между собой при формативном оценивании. Данное оценивание касается темы время. Единственное, учащиеся здесь составляют рассказ на английском языке о том, как обычно проходит их рабочий день. Цель учащихся составить 5-7 предложений по теме «Мой рабочий день», используя видовременную форму Present Simple Tense. Учащиеся видят и знают критерии. Это используя Present Simple. Моя история, составленная по теме «Мой рабочий день», она должна быть логической, она должна быть интересной для сверстников. И учащиеся включают 5-6-7 действий по теме. Английский учитель добивается, чтобы произношение английского было четкое, беглое и без остановок. Во второй половине данного формативного оценивания учащиеся оценивают работу сверстника. И по итогам данного активити учитель предоставляет обратную связь. Окей, now, dear students, so the next activity you are to tell me about your working day. So every day we have lots of different actions, yes? Yes. Would you please tell me every day what do we do? Please raise your hand, you. Ride a bike. Okay, now, sometimes what do we do? Sometimes we eat ice cream and drink milk. Yes, right, you are. Okay, what else do we do? Is she sing? No, we, 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 we sing songs, different songs, great. Next, what do we do every day? We read in the book. We read books, great. Okay, this one, what do we do? Go to school. We? We go to school. Okay, boys, what do we do? We do football. Play football, great. Now, what else do we do? We, we do homework. We, we do homework. Yes, right. We do homework. Okay, and this one. We, we swim, yes, every day. Good. Now, next activity, dear students. So, you should use present simple. You should tell about your working day. Okay? Okay. Uh, you will create your story. The story is logical and interesting. Okay? Okay. So, you should tell these actions. What do you do every day? And your English is very good, fluent, and no Russian. Okay? Okay. So, dear students, you will use these, these templates. Okay? Here, you are to think and write your actions. What do you do at 8 o'clock? What do you do at 5 o'clock? So, you should write your actions and tell us your story. Clear? Clear. So, this work is individual. You, you and you, you will work on your own. Okay? Okay. So, do not forget about the success criteria. Five or seven actions in English, and then tell your story to peers. Okay. For you, please. And for you. And could, could you please distribute? Pass it all. Pass it all. Pass it all. Pass it all. English, English, please. English, only English. Okay, now, time. And please write your key and write your actions. Think about your day. What do you do in the morning? Your position is at 8 o'clock. And, okay, you can use this if you choose. I'm gonna use it later. Okay. Okay, very good. Okay. English, English communication, please. Okay. I see you have five, five, four, six, five, four, six actions. It's good. It's enough. Now listen. Я хочу, чтобы вы работаете в паре, паре и паре, и вы должны представить ваш день работы с ним и с ним, и он вам представит его. Представьте друг друга, хорошо? Понимаете? Хорошо, начали. Так что, возьмите свои руки. Поехали. В 8 часов вечером. В 10 часов вечером. Я читаю песни в 9 часов вечера. Что вы показываете ему? Поехали на 9 часов вечера. Я читаю книги в 11 часов вечера. Я читаю книги в 5 и 7 действия. Английский слабый. Никакая ошибка. Никакая ошибка. Объявление. Проверим. Проверим. Один слов. Проверим. 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 Хорошо. Дорогие студенты, смотрите. Смотря на эти criteria, вы должны пересесить. Теперь вы пересесите ее презентацию. Хорошо? Вы готовы? Хорошо. Так что, пожалуйста, скажите ей о ее презентации. Так что, ваша презентация? Наша презентация неизвестна. Хорошо. Тогда продолжайте. Да. Она измельчивает? Да. Она измельчивает пять или семь действий. Да. Правда. Не, нет. Хорошо. Аллах говорит. Аллах говорит. Нет. Грамма ошибки. Так. Итак, ее слова, это отлично? Бло,бо или не боли? Это отлично. Хорошо. Доброе утро! Дорогие студенты, пожалуйста, вы можете поставить все эти книги здесь? Вот здесь. Друзья, слушайте, сегодня сколько активов мы получили? Один, два, три? Два, да? Да, да? Итак, первая активность – guess the word. И вторая активность – вы говорили о работе. Итак, дорогие студенты, я люблю ваш английский. Вы работали как команда очень хорошо. И ваш английский очень хорошо. Но мои предложения – пожалуйста, вы должны говорить громко. Хорошо? Хорошо. И используйте еще больше слова. И, пожалуйста, это относится к этому вопросу. Хорошо? Спасибо. Мне нравится ваша работа. И здесь, дорогие студенты, есть какие-то подарки. Сегодня у вас есть один, да? Да. И у вас есть один. И у вас участвовали. Друзья, вы должны открыть книги и дистрибить их. И дистрибить их. Everyone should get gifts. Okay? Okay. This is for you. Thank you. Bye. Bye. Okay. Итак, уважаемые учителя, необходимо отметить, что при формативном оценивании учитель должен учитывать определенные факторы. Во-первых, общая атмосфера в классе должна быть позитивной, положительной, интерактивной, ориентированной на коллаборацию, на общение. Учитель должен создавать, более того, какую-то проблемную ситуацию. Конечно, она должна соответствовать возрастным особенностям учащихся. Более того, учитель при формативном оценивании, он подвергает учащихся, вернее, вовлекает их в коллективные формы организации различных видов деятельности. В паре, в группе, индивидуально. Такие виды деятельности больше способствуют развитию обучающихся. Более того, при формативном оценивании учитель привлекает детей, несмотря на то, что это учащиеся младшие школы, к оценочной деятельности, чтобы у ребенка складывалось постепенное понятие адекватной самооценки. Необходимо, как я говорила, менять среду обучения, чтобы учащиеся испытывали какие-то определенные положительные эмоции, удивления. Необходимо включать определенные жизненные ситуации. Такие, к примеру, вы видели при формативном оценивании учащиеся рассказывают о том, как проходит мой рабочий день. Более того, в ходе формативного оценивания учитель поощряет постоянно учащихся за тем, чтобы учащиеся чувствовали успешность в обучении. Но вместе с тем необходимо и выражать определенные порицания, потому что дети есть дети. необходимо им указывать и говорить о том, что им необходимо усовершенствовать. Итак, уважаемые коллеги, сегодня мы поговорили с вами о основных ключевых моментах, факторах формативного оценивания, как цели обучения, критерии оценивания, взаимооценивания, самооценивания, успешность в обучении, мотивация. Все эти факторы делают формативное оценивание конструктивным, они обучают учащихся и развивают. На этом разрешите меня поблагодарить вас за внимание. Всего доброго и до встречи!